Вы знаете, мной были даны поручения главе администрации досконально разобраться в оценке результатов этого тестирования. Проверка показала, технического сбоя там не было. Система подсчета баллов, которая применялась на централизованном тестировании с 2019 года, сработала правильно. И я не подвергаю сомнению то, как вы там считали. Мои претензии в том, что люди вас не понимают. Ни будущие студенты, абитуриенты, ни родители, ни другие люди вас не понимают. Что вы там нахомутали, что вы там попридумывали. Ну неужели нельзя было создать четкую, понятную, простую систему? Посмотрели родители, а понятно, 10 баллов. Другой посмотрел, 8 баллов и так далее. Я не говорю, что это неправильная была система. Но слишком заумная. Вы ее создали сами для себя. И потом, как мне докладывали уже, у вас были разбежки, нестыковки между репетиционным тестированием и этим тестированием. Люди же запоставили и видят, что парень или девушка, получившая больше баллов, оказалась в худшем положении или как там было. То есть нужна была обычная, нормальная, четкая система. Но на будущее, хочу вас предупредить, будет вопрос в этом плане, когда будем разбираться, зачем мы убрали из школ экзамены. Вот я, как бывший учитель, понимаю, что экзамен в школе – это венец всему. Шли как на праздник. Учителя довольные. Принимали эти экзамены. И я принимал экзамен. Ничего плохого там не было. Тогда 8 экзаменов, по-моему, сдавали в средней школе. Мы начали упрощаться. 2-3 экзамена и дошли до того, что в школах не надо экзамен. Мы сдаем единый экзамен, централизованно. Он и туда, и сюда. Я ночами вот не сплю, начинаю вспоминать, как это было у меня, когда я учился ребенком, как я принимал эти экзамены и прочее. Вот я не нахожу ничего положительного. Может, вы найдете и потом мне скажете, мы еще встретимся для того, чтобы обсудить. Мы убрали самый главный итог работы в школах. Венец этого мы убрали из школ и повезли детей в какие-то сборно-приемные пункты сдавать централизованный экзамен. Само по форме даже как-то не очень. Да, вы говорите, перегружены там будут дети. А я считаю, что дети, сдавая школьные экзамены, тренируются и готовятся сдавать экзамены в вузы более серьезные. Ну и потом, если ты 11 лет, нормально занимался, учился, ты подготовишься и сдашь в школе экзамены. Мы подозревали, что школы там подгоняют как-то оценки, а оказалось, вы сами этот вывод в министерстве сделали, что итоги централизованного экзамена соотносятся и совпадают практически с итогами в школе. Так зачем из школы забирали экзамен? Нам надо определиться, как будем итоги подводить среднего образования в школах, какие вообще будем сдавать экзамены. Все, школьное закончилось пора, кто-то хочет поступать дальше. Он потренировался в школе сдавать экзамен, он уже готов. Какая тут перегрузка? И пошли. И вот при поступлении в вузы мы должны определиться. Или мы пойдем опять путем централизованного тестирования, когда сидишь там и иногда тычешь пальцем в небо и так далее. Или же мы будем сдавать экзамены путем собеседования, используя ту хорошо зарекомендовавшую систему. Или это будет некий симбиоз, смесь того и другого. Мы должны четко определиться. Это не для этого года, но для следующего года железобетонного. И потом, у начальников есть привычка подбирать на совещание людей под твое мнение. Министр или вице-премьер считают, что надо централизованное тестирование везде и всюду. Ну и подбирают людей, которые поддержат эту точку зрения. Это неправильно. Должны быть разные точки зрения. И вы, пожалуйста, Игорь Петрович, организуйте эту работу, чтобы и правительство, и министерство занялось этой работой. И выработали разные системы. И пришли мне, предложили для решения. Нам надо окончательно определиться, чтобы это было понятно для родителей, понятно для абитуриентов и общества, чтобы нас понимало. Это важнейший вопрос. Вопрос образования. Без него не может быть страны. Что мне тут объяснять? Поэтому это главный вопрос, который мы должны рассмотреть. Подчеркну, ошибок или, не дай бог, какие-либо злоупотребления здесь быть не должно. Вы мою позицию знаете. Должно быть справедливым и понятным для людей. Но и не надо бояться того, что если допустили ошибку, надо ее признать. Чего мы прячемся и виляем хвостом перед обществом? Но допустили ошибку, да, допустили, исправили, вовремя поправили, благодаря тем же людям, которые на это отреагировали. Не надо прятаться и чего-то бояться. Спасибо.